Добрый день, возлюбленные о Христе, братья и сестры! Уже наступает, можно сказать, вторая половина дней Петрова поста. И мы сегодня идем по этим дням благодаря Господа, чтобы Он сподобил нас достигнуть того праздника, к которому мы сегодня идем. И мне хотелось бы с вами поделиться несколькими мыслями воскресного евангельского чтения, которые мы читаем уже ближе к концу июня, и которые, я думаю, имеют достаточно важный богословский смысл. В одном из них святой апостол Евангелист Матфей напоминает нам о том, что ищите прежде Царство Божие, все, что остальное, приложится вам. И не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо каждый день достоин своей заботы. Посмотрите на птиц небесных, которые не трудятся, не придут, но порой Господь одевает и гораздо паче вас, и вы это должны иметь в виду. Что значит такие слова, которые, по сути, от имени Спасителя говорит евангелист? Оно значит о том, что на самом деле мы не должны заботиться о завтрашнем дне, не должны заботиться, как пропитать семью, как ее сохранить, поднять наших детей. Нет, конечно, речь идет о другом. Что очень часто мы многим мирским вещам придаем очень громадное значение. Но с течением лет мы понимаем, что все те вещи, те моменты, к которым мы шли, на самом деле не являются такими важными, такими необходимыми и жизненно, как бы, действительно нужными. Потому что с позиции прожитых лет мы на многие вещи смотрим совершенно по-другому. Но Христос заповедует нам искать Царство Божие. А что значит искать Царство Божие? Здесь же говорится о том, вы не можете служить Богу и маммоне. Господь повелевает не обманывать. А маммона, он говорит, живи и бери от жизни все, что можно. Есть у тебя возможность – бери. Не важно, как ты идешь – по головам, проходишь через людей, делаешь им больно. Главное – достигай своей цели. Если ты достигнешь, это будет хорошо. И не важно, каким путем ты шел. Важно, что ты достиг этой цели. Опять-таки, Господь говорит, не прелюбодействуй, а бес говорит совершенно другое. Опять-таки, пользуйся, пока есть такая возможность. Блуди сколько угодно, делай то-то и то-то и то-то. И в результате будешь счастлив. Живем одним днем. Живем один раз. И исходя из этого, делаем такие выводы. И что же дальше? И вот это каждый из нас должен принять решение. Так или иначе. Ведь действительно, а что нам думать о чем-то? Может, мы возьмем от жизни все то удовольствие, которое имеем сегодня. И не важно, тут какая мораль, есть она или нет. Мы сегодня идем по этому пути. Значит, действительно, для нас она, наверное, важна и приемлема. Опять-таки, Господь говорит, люби свое Отечество и делай максимум, что можешь для него. Бес говорит совершенно по-другому. И таких примеров можно привести очень-очень много. И о почитании родителей, и о воспитании детей и так далее. Я думаю, каждая из этих тем, она достаточно существенна, очень важна в жизни каждого человека. Ведь потому что, на самом деле, я еще раз повторяю, никто не говорит, чтобы мы не должны заботиться о себе. По слову апостола Павла, кто не работает, тот и не ест. И, безусловно, мы должны заботиться о том, чтобы у нас была работа, чтобы у нас было пропитание, чтобы мы имели возможность тот иметь минимум, который, наверное, хочет иметь каждый человек. Мне сегодня невольно вспоминается один случай из пролога, который, может быть, я уже как-то упоминал, но позволю упомнить еще раз. Один садовник работал долгое время в саду. Он имел огромный достаток со своих плодов, и эти плоды он продавал. И практически почти все, что он продавал, он отдавал нуждающимся. Может быть, это были нищие, может быть, или какие-то люди, которые нуждались и так далее. И себя оставлял практически именно тот минимум, о котором, наверное, он считал нужным. Но многие окружающие начали ему говорить, Иоанн, ну как же ты так, его так звали, поступаешь. Вот вдруг наступит какой-то черный день, и появится какая-то необходимость, и у тебя ничего нет, никаких запасов. И что ты будешь делать? Что ты думаешь, те люди, которые ты помогал, они вспомнят об этом? Да, конечно же, нет. Что ты думаешь, те благие дела, которые делал, они кому-то будут нужны? Да о них никто и не вспомнит. Не стоит об этом и думать. И что тогда? Мы всегда говорим, что мысль, она рождает дело. И вот, может быть, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, а может, год за годом, все-таки вот этот Иоанн, о котором мы сегодня рассказываем, принимает решение. Нет, я уже не буду ничего делать в благих делах, я их так достаточно много сделал, уже и так, наверное, Господь мне все это зачтет, я вдруг действительно заболею, или что-то случится со мной, на что я буду жить? И вот тогда он принимает для себя правильное решение – копить, копить, копить и копить. И что вы думаете? Через некоторое время он заболевает, у него на ноге появляется рана. Причем внешне сначала незаметная, она потом привела к такому осложнению, и врачи принимают решение, что отнять вот эту ногу, потому что другого способа, чтобы ему выжить, уже нет. И тогда он как бы вот забывается в коротком сне и видит ангела, который Господь послал ему, говорит, Иоанн, неужели ты думаешь, что Господь, которого ты любишь, и для которого ты так много сделал, ты на самом деле оставит тебя в такую трудную минуту? Неужели ты думаешь, что то, что ты скопил, служит тебе не только к назиданию, но еще к какому-то исцелению? Поэтому, если бы ты жил так, как жил, то до сих пор бы не было у тебя ни болезни, ни скорбей, ни печали. И вот ты подумай. И тогда, мысленно упав на колени, Иоанн просит прощения и говорит с ангелу, если только можешь, попроси меня у Господа, чтобы он простил меня и вернул мне здоровье. Потому что ведь самое ценное, что, наверное, есть у нас, можно сказать, или одно из самых ценных – это здоровье. Если мы его имеем, то, безусловно, мы имеем, наверное, практически почти все. Если его у нас нет или что-то отсутствует, то, безусловно, многие даже те блага, которые есть у того или иного человека, они, к сожалению, наверное, уже бывают не нужны. И что говорит ангел? Что Господь посылает тебе здоровье. И когда он восстал от этого видения, открыл глаза, то на самом деле с ужасом ожидал происшествия врачей. И когда они пришли, то увидели, что рана его за эти полночи затянулась. И что он уже может вставать и ходить. И в скором времени он абсолютно невредимый поправился. Вот. И таким образом врачи не могли какими-то человеческими или физическими факторами объяснить это событие. Но говорили лишь об одном – что произошло какое-то чудо. Как оно произошло? Почему? Потому что была вера и были дела. Я сегодня хочу вспомнить еще один очень важный, на мой взгляд, евангельский пример, который тоже как бы читается в одной из воскресений июня, о том, как спаситель пришел в Капернаум. И там был римский сотник. По тем временам это был очень большой руководитель, начальник, римский гражданин. И он, по сути, имел безграничную власть. Но сердце его было очень доброе. И он даже разрешил иудеям построить синагогу. И они благотворили его за это. И когда спаситель пришел в Капернаум, то он обратился к фарисеям и иудеям с просьбой. А у него заболел один слуга. Этим слугой он очень дорожил. И по тем меркам это был очень удивительный момент. Потому что слуги это были как разменные монеты, как некая материальная часть кошелька. И на самом деле их можно было дарить, продавать, да просто куда-то отпускать или что-то. Но настолько, видимо, этот человек был дорог сотнику, то он решил попросить, чтобы спаситель помолился о нем. И зная, что творились великие чудеса, что и слепые прозревали, и хромые ходили, и даже мертвые воскресали, он имел, может быть, слабую, но все-таки надежду, что на самом деле спаситель придет и исцелит его. И когда иудеи начали просить у спасителя, то спаситель тут же откликнулся и сказал, что я сам приду и исцелю его. И в это время, когда донесли об этом римскому сотнику, то он сам отправился навстречу спасителю, божественному учителю, упал на колени и сказал, отче, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но имея у себя в подчинении массу людей, я говорю одному, делай то, и он делает, иди туда, и он идет, принеси то, и он приносит. Встреться с тем, и он встречается. И таким образом, имея у себя в подчинении множеству людей, я хотел бы, чтобы этот человек, который сделал для меня много добрых и хороших дел, остался бы здоров. И прошу тебя об этом. Спаситель опять повторяет свое намерение. Я иду к тебе домой, чтобы исцелить его. Отче, обращаясь к нему, говорит сотник, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь моего дома. Но тем не менее, я знаю, если ты скажешь слово, то, безусловно, моему слуге станет хотя бы легче. По слову многих святых угодников, это было не игра слов, и не какое-то, как бы вот такое, ну, такое вот, может быть, его настроение. Это было его действительно внутреннее осознание недостоинства. Об этом в частности говорит святитель Иоанн Златоуст. И, может быть, в это время, с его слов, он был гораздо более достоин многих людей, но, тем не менее, он пришел и вошел в положение. И вот тогда сказал Спаситель ему, иди, и на самом деле слуге твоему станет легче. И навстречу ему встретились люди, которые шли из жилища вот этого римского сотника, и они сказали, что твой слуга внезапно выздоровел. И когда сотник спросил, а в каком часу стало ему легче? Это был именно тот момент, в который сказал Спаситель, иди, и по вере твоей додастся тебе. Вот это чистой веры и любви я сегодня хочу пожелать всем нам вместе и каждому из нас лично. И, дай Бог, как можно больше светлых и добрых людей встречалось на нашем жизненном пути. Дай Бог, чтобы мы ценили каждую встречу, как тот ценил римский сотник. Дай Бог, чтобы мы как можно больше делали добра. Ведь посмотрите, что он заботился ни о ком-нибудь, ни о своем родителе, ни о своем брате или сестре, он оборудился о своем слуге. Так и мы, исходя из этого примера, тоже должны заботиться о всяком человеке, который находится рядом. Не интересен он нам или нет, нужен он или с нашей точки зрения вообще никак. Но, тем не менее, это есть благодатный пример, особенно в эти дни поста, для подражания, для размышления и, самое главное, для твердой веры, которую я искренне желаю всем нам. Сердечно благодаря вас за внимание и желаю помощи Божьей на вашем жизненном пути, особенно в эти спасительные дни Петрова поста. Субтитры создавал DimaTorzok